Юные физики Давид Якорчук и Денис Усович готовятся к демонстрации своих работ. Тщательная подготовка к турниру хоть и далась нелегко, однако мальчики к делу подошли творчески. Интерес к конечному результату победил возникающие в процессе сложности. Итог стараний положительный. Мальчикам удалось создать полноценных роботов, способных функционировать согласно заданным программам. Я с детства мечтала всегда о роботах. Рисовала их постоянно. Очень интересно. А это интереснее всего самому живую его собирать. Ну, как собирали? Расскажите о процессе. Ну, процесс сборки был, конечно... Были и неудачи, когда что-то могло не работать. Ну, мы пошли оригинальным, конечно, способом. Печатались модели из 3D-принтеров, на специальной программе создавались. И, ну, потом, вот, эта нижняя плата паялась самодельно. Эта плата, ну, Ардуино вставлялась в нижнюю плату, и ее уже можно было самому программировать. Ребята из Бреста пробуют свои силы на соревнованиях в первый раз. Мальчики считают, победа – приятная награда за старание. Однако участие и обмен опытом со сверстниками куда важнее. А победитель прошлого турнира Николай Андрейчиков, проходивший подготовку к соревнованию под чутким руководством своего отца, всерьез нацелил на победу и в этом году. Проделав работу над ошибками, парень создал многофункционального робота. Мне помогал папа заниматься. Мы с ним каждый вечер программировали, когда он приходил с работы. Сложно это? Ну, сразу казалось, что сложно, но теперь не совсем. Надо, скажем так, в совокупности и механик, чтобы был ребенок, и электроник, и программист. Поэтому найти у нас вот таких детей именно, в принципе, можно, но их надо заинтересовывать. Потому как сейчас и сезон Олимпиад идет, все дети стараются как-то больше на будущее сориентироваться, и где-то и по математике хотелось бы больше, чтобы детей принимали участие у нас. Ну, вот таким образом надо подобрать ребенка и развить из него личность. Задача каждого робота – пройти намеченную трассу с помощью специальных датчиков. Оценивается скорость и заданный алгоритм действий. Достичь высокого результата хотелось каждому, однако это оказалось задачей не из легких. Робот должен проехать три круга без ошибок. Кто покажет наилучшее время, тот, естественно, и победил в личном зачете. Командный зачет состоит из суммы зачета участников. Кому-то в этот день улыбнулась удача, кому-то не удалось завоевать победное место. Однако каждый ребенок увезет с собой массу приятных впечатлений, знакомств и, конечно, опыт, который в будущем непременно пригодится им. Субтитры создавал DimaTorzok